450 школ отремонтировано, 12 построено с нуля за последние несколько лет в Алтайском крае. В их числе Петропавловская. Ее вместе с районным домом культуры обновили совсем недавно. А два года назад местные из школи искусств выделили средства на покупку новых музыкальных инструментов и учебной литературы для детей. Губернатор Виктор Томенко посетил соцобъекты и высоко оценил изменения. Это так и должно быть, останавливаться не надо. Одно сделали, другое сделано. И поддерживаем в дорожном состоянии. Также губернатор побывал на крупнейшем в регионе предприятии по производству сырья для силикатного кирпича. Из него строятся дома и соцобъекты по всему Алтайскому краю. Руководство фирмы поблагодарило правительство региона за помощь в строительстве дороги. Благодаря этому стало удобнее перевозить готовую продукцию. Виктор Томенко, в свою очередь, высоко отметил то, что производство практически не зависит от импорта и пообещал рассмотреть возможность газификации райцентра. Хорошо бы, конечно, если бы здесь был газ, было бы вообще здорово. У нас бы качество чуть ли здесь, типа, лучше стало, потому что уголь дается ее. Непостоянно идет состав угля. Вот. Это и здесь не потому. Мне Сергей Васильевич сказал, мы сейчас подумаем, у нас будет одного, что мы действительно сюда, в эту сторону, подтянуть немножко. Еще одна гордость района – Камышинский маслосырзавод. У предприятия даже есть своя запатентованная разработка. Кроме них больше никто в мире не может производить зеленодольский сыр. Продукция пользуется спросом по всей России. Это можно понять хотя бы потому, что сырохранилище предприятия рассчитано на 80 тонн готовой продукции. Вот здесь у нас созревает, а потом начинается еще интересный процесс. Мы снимаем с него вот эту вот шкурочку, чистим его, чтобы он был чистенький, светленький, светленький, слухенький. И парафинируем его. Вот, давайте вот гружаем. Сейчас мы все покажем. Губернатор Виктор Томенко отметил, качество алтайских сыров – одно из лучших в стране. Мы в лидерах по его производству среди других регионов. Губернатор подчеркнул, пищевая промышленность в целом – одно из важных направлений развития Алтайского края, особенно в условиях санкций. Сейчас в отрасли работает около 30 тысяч человек. И это не предел. Анна Москаленко, Анастасия Меншакова. Новости.